приветствую всех народ такой видок тут у меня хочу вам сделать обзор своего гаража который я взял в аренду немножко вам показать и рассказать про него начнем народ начну объяснять смотрите я взял этот гараж в аренду помесячно вот значит только одну дверь то здесь тоже ребята занимаются траком у них своя компания они только своими траками занимаются также я стараюсь своими заниматься в основном ну чем тем что мне нравится сейчас все объясню значит сейчас внутри покажу вам все давайте на улице значит здесь здание в здании три-четыре человека разные снимают в аренду я снимаю одно здание это ребят снимает там несколько этот бэй и там еще несколько боксов также они снимают этот офис спереди там еще один офис снимают и дальше еще ребята снимают вот эти вот те же самые пацаны что снимает самую крайнюю там часть здания здесь они держат соль для зимы и вот этим вот фордом они его грузят эту соль и здесь посыпают то есть они парковку на всю посыпают чистит парковку от снега и также они занимаются лендскейпингом да то есть следят за травой траву косят подстригают драйвей там чистят до дороги чистят снега снегоуборечная техника у них то есть ну в общем они занимаются такой темой по огородности и они держат здесь соль они уже много лет заснимают в аренду поэтому вот тут они выбрали место хотя опять же не буду касаться умные и не умные потому что можно было все это сделать намного проще всем было бы хорошо мы здесь снимаем два ба бокса то нам было проще здесь всю парковку занять а у них там свободное место абсолютно и они могли другом месте поставить эту соль но не будем к этому касаться ладно я пришел для самом бассейне поэтому я должен сидеть тихо и и молча значит что входит в моем место бог значит что-то парковка я могу здесь парковать свой трак также где аккорд стоит там обрыв дальше идет давайте подойду вам покажу вот за этим обрывом значит уже пасть по сути вот эта вот территория этого здания заканчивается вот этот столбик вот он столбик то есть экскаватор стоит уже вот этих людей то есть и это считается их не тоже территория но они не против что мы ее пользуем да то есть и женщина которая снимаю в аренду это здание на пообещала что на здесь нас и сделает и я могу здесь парковать свой прицеп потому что моя парковка прицепа сейчас находится в другой стороне буквально отсюда где-то километров 10 но 6 миль отсюда так вот значит входит на что за парковка для прицепа здесь также трак я здесь паркую свой ну это я упаку и тогда когда на то то есть я только приехал с рейса и мне нужно сделать первое масло замену масла первого значит так прошел и обкатку намотал уже 7000 миль уже немножко перед перешел 5000 хотел поменять так что надо все будет про шприцевать почистить мы помыть его как бы подготовить его к рейсу заново тут сделать только замену масла прошприцевать и помыть его насчет а так все отлично далее здесь значит volvo вы про нее увидите сюжет будет про него полностью как мы ее будем восстанавливать и такое то моего друга то волю которыми раму чистили сейчас делаем на ней детройт сразу объясню ребят многие пишут я volvo мне не хочу заниматься и не занимаюсь только свою volvo и очень близких друзей больше оливыми не занимаюсь поэтому по ремонтам не обращайтесь даже помочь не могу потому что я мне очень не нравится над ними работать поэтому чтобы заранее знали так что любой классикой с удовольствием займусь двигателем пока только занимаюсь контрапеллером также здесь стоит t600 потому что на нем я буду полностью переделывать двигатель мы видели сюжет о нем я выгнал здесь поставил и больше с ним ничего не делал вот он капот который купил все будет делаться также будет про него интересный сюжет просто ожидайте так вот значит парковка здесь у меня я могу здесь парковать два трака здесь и могу парковать еще и здесь с удовольствием два трака то есть вот эта вся вся вот эта часть я могу ее всю занимать парковать всю эту парковку но почему сейчас у меня только здесь стоят раки потому что они не ездят и forklift не может ехать по щебенке он проваливается она очень мягкая и поэтому я не могу загнать сюда дальше так что получается она у меня так вот глупо стоит но ничего поделать с этим не могу и даже если другим траком зацеплю потянуть здесь очень мягко он сейчас сразу буксовать поэтому сюда загонять которые ездят раки эти получается некуда девать так что немножко глупо получается но ничего сделать не могу она также обещала здесь все убрать вот это вот все здесь насыпище лучше сделать так что она уже звонила мне говорила чтоб я убрал траки что они начнут ребенку здесь завозить еще больше не знаю что они здесь будут делать но сделать нормальную не парковку все это включено мою аренду значит это парковка включают это бетонная парковка на которой сейчас стоит бизон он вмещается в притык видите бум и все дальше уже там пошли люди там соседи живут это на улице ну а теперь перейдем во внутрь друзья значит внутри это освещение они мне делали такое глупая также освещение есть главное вот она сверху она включается от главного счетчика когда те люди здесь работают она нагорит поэтому я сказал что я не могу использовать здание вечером когда никого нету так как они уходят я не могу включить свет зайти к ним они перешли вот мне проделали вот такой вот я не знаю как это даже обозвать ерунду видите то есть на стенку налепили ламп ну по крайней мере она помогает конечно хотелось бы чтоб они были на потолке они вот это вот проделали видите здесь какую страсть ну да ладно так вот значит что у меня здесь народ на верхней сверху полки я ничего не делал все полки были здесь значит там у меня радиаторы от вольвы стоят держится также пила если нужна компрессорик маленький я компрессором большим не пользуюсь я вам буду показывать инструменты покажу чем я сейчас пользуюсь там дальше на самом верхнем полках храню самое такое легкое там коробки там вот тубы вот эти вот тоже здесь были они внизу просто лежали топ не полки я их туда сложил здесь я более то что я пользую да то есть ковры на которых я сижу коленями также мягкие ковры эта коробка и тоже надо убрать наверх туда магнитофон между прочим еще шумит вот они тоже использованные ковры мягкие такие под колени подкладывать также если ложится надо куда-то тоже печка ну то есть койки запчасти тоже от моего ти 600 по низу значит здесь бочка стоит это для масла она пустая пока на данный момент но когда я заполню вторую бочку в эту бочку сливать чистое масло не чисто используем и масло но который без антифриза не перемешанная то есть просто замена масло идет я сливаю в эти бочки потом своим друзьям отдаю они топят свой автосервис отработанным маслом поэтому и специальные такие отопители и общем им помощь хорошая им за так отдаю потому что я могу сдавать его магазины бесплатно тоже но почему бы не отдавать ребятам когда они нуждаются обогреватель мой здесь зарядное устройство значит это двигатели маленькие вытаскивают но я им переворачиваю двигателя когда работаю головки снимают очень удобная вещь чтобы форклифт лишний раз не пользоваться канистры здесь соляр и бензин сварка автомойка то есть power wash да это мой инструментарий мой инструмент я к нему вернусь покажу вам ну так шланги здесь мусор когда то есть столик просто что надо сделать внизу у меня зарядное моющее средство для траковину мыть машины драки тряпочки также я прикупил такую вот моющую станцию значит здесь вот так она включается от кнопочка раз и раз так вот это вот видите у меня здесь подсоединены то есть выключают вот здесь добавочная лампа здесь включается добавочная лампа там включает если выключая смотрите раз тухнет видите я выключаю и она включается потом включаю станцию раз все вот так вот льется жидкость специальная который мой еще это не бензин и спец жидкость она сильного запаха не имеет острова она не вредно это для рук сильно да и более-менее но не вредно и для окружающей среды это специальное средство для метеоин и она можно его очень много использовать если налил 40 литров мне не 40 10 головного это 4 литра да они правильно 40 литра до 40 литров этого этой жидкости и уже вот сколько я использую три месяца и она еще довольно таки нормально то есть моется они знают очень как бегать где-то щёточки такое-то двигается всем это также убирается это ерунда можно здесь глубже ставить что-то очень удобная вещь даже не знаю как и раньше без нее был честно также здесь кое-какие железные щетки то есть маленькие кисточки мы там все такое да тряп это не тряпочки эти салфеточки также у меня здесь она передвижная на колесико двигается что если надо перекатить у другое место чтобы она не мешалась очень удобно также здесь масса 7 масло сливающие модель а то есть открытого типа на закрытого типа очень удобная вещь это у меня для если вот такая вот гадость видите если рассыпал то есть разлил какую-либо жидкость антифриз или масло насыпая она в себя впитывает потом подметая и и выкидываю очень удобная тема но здесь всякое барахло то есть гусяк для форклифта какие-то железные эти деревяшки все такое мощное далее здесь у меня офис но это был он здесь в другом месте был моего перетащили вы видели видео здесь я бросил его пока делать я не стал его делать потому что я хочу это место все освободить будет верстак железный стол для сварки сварки стоят тиски то есть все такое вот в этом углу а сам офис я хочу поднять наверх и он будет на втором этаже то есть по лестнице поднялся на второй этаж а нижний этаж будет свободный поэтому таким образом сэкономлю очень много места потому что гараж по сути небольшой здесь у меня всякий хлам сейчас лежит дату сумки от зарядными тут это я с собой вожу в траке для милваки значит здесь зарядная станция для райоби и милваки сейчас полностью перехожу на милваки вообще инструмент бомбовский и очень классно мне очень нравится я хочу его им только пользоваться но это колясочка которая ездит тоже здесь была то есть я ее не приносил свет там не тухнет он всегда горит вечно далее здесь значит лестница на второй этаж что чтобы можно было легче подойти к полкам если надо допустим как вот этой полки это полка полностью занята детроидовскими запчастями от вольвы вот здесь также тяжелая эта стена и и она очень тяжелая поэтому я ее здесь бросил ее туда вложить было нереально то есть также держу картон там для подкладывать когда институт разбираете двигатель чтобы запчасти вложить очень хорошо впитываете масло и чистый всегда также там койки прокладки остались моего набора что я покупал все такое здесь банки пустые храню допустим масло меняю в них беру эти банки в них сливаю масло то есть они всегда пригождаются так трубы которые надо приварить там кусочек чего к чему то есть чтобы не это не занимали место внизу они здесь не мешаются лежат такой все легенькая то есть подставка для колес накачивать из такое ну и опять же картон 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 далее значит здесь у меня находится такая вот полка которая опять же шла здесь здесь было много полок кто смотрел мои видео наблюдает они видели здесь было куча полок я одно оставил себе собрал ее на собирается по любой высоте и мне она очень помогает значит здесь у меня полностью двигатель разобранный на т-600 кенворта все это к нему идет включая в оба 100 которые буду на него ставить и башплехер вот это же для брызгивычка вы купил на бизон это уже смотрите в серии бизона все такое также голова от нее лежит и голова лежит на вот такой вот каталочки вот каталочка тоже здесь была хозяйка сказала можешь себе забрать ну что ради все она хотел все выкинуть и рене не ребята вы чё это нужно делать смотрите голова на весит хорошего хороших ну тяжелая надо то есть просто на в ямке сейчас если выкатит на ровно видите то есть я могу и передвигать по шапу без проблем не надо поднимать ее не форклифтом ничем вот таким образом положил и катается просто обалденная вещь также вот на бочка про который говорил масло она практически уже полный тут может быть так вот масса налита чистую отработка да но она чистая то есть без антифриза без воды без ничего такая чистая отработка также бодиа для отработки если надо кому-то сливать у кого кранов нету трансмиссия с вольвы с этой лежит здесь также под лестнице чтоб не мешалось далее у меня такой стол есть который я сбил он на колесиках с этими тормозами то есть если где-то я работаю и мне нужен стол для работы он в любое место передвигается потому что очень удобно места мало и чтобы где-то что-то надо поставить большой до стол надо братом я убрал его все он может также заезжать по высоте под полку вот таким образом раз я могу загнать сюда ближе что-либо да здесь у меня провода куча проводов разных проводка болтики разные хомутики всякие коробочка если я еду на деле допустим там куда запчасть купить помпу и что-то на мокрое грязное туда кидаю ее с собой чтоб она в салоне не вымазывал ничего ну пылесос и тряпки то все эти тряпки большие тряпки накрываю запчасти хорошие допустим нам поршневую или что-либо да а здесь тряпки вытирать руки все такое которое уже сильно плохие потом их использую вытереть что-то такое потом на выкинштейн их скажем так здесь новые тряпочки на этой стенке это вот они сбили видите стенку вот так и вот так представьте за вот этой стеной вот таким вот образом там буквально еще расстояние на один трак вот так трак полностью войдет там смотровая яма они вот так загоняют туда там у них просто лодка стоит и какая-то машина то есть них она даже не пользуется то место и они его отдать не хотят они взбили такую стену с ними разговаривал дайте мне давайте сделаем стену ровно я заберу а здесь железный бим вот там и там лифт можно поднимать вообще место обалденно но они его не пользуются не только загоняют наш траки сюда вот в одно место здесь вот у них все а то у них просто болтается там не понимаю людей которые используют место не по назначению и общем там смотровая яма они взяли железными листами заложили чтобы можно было ходить по ней общем жаль но ничего не сделаешь так что такие вот пироги и они здесь сбили такую стенку непонятного чтобы отдать делиться но я ее использую как склад кладовку да то есть у меня здесь лампа висит для зарядки до для джампа машины ну тоже опять же баночка для болтиков для чего-либо провода шланги гофра для шлангов для вольвы слив масла мой ключ очень крутой динаметрический опять же бодя что-то вследили болтики собрать для кондиционера это просто болтик для болтиков баночки здесь вот для болтиков баночек разного размера все очень удобно там железки цепи если надо что колеса разбортируют ну и плюс как лом я ее использую также ломик то есть все такое да вот они мне воду провели посмотрите какой умный человек проводил эту воду я искал мне воду надо в тот угол провести на улицу чтобы я мог машины мыть вот они мне провели воду просто зачет я хочу тут перекрутить его сюда во первых на эту сторону но почему сюда предложил чтобы провод длинный сильный был шланг чтобы ведро под него подходила но я перекручиваю сюда разрежу его в объем его переходничок по стенке проведу просто шланг опущу его вниз ваш опять их просить ну просто бессмысленно они даже делать не буду не скажет мы воду провели все отстанет нас вот так вот они относятся вот тут стена драевольная то есть она деревянная такая покрыта еще дракон ну друзья вот такой вот у меня автосервис мой такого размера то есть на один трак к сожалению я думал когда я хотела убрать когда я добивался 7 месяцев эту женщину звонил звонил чтоб она мне ответила когда я его не вину не видел да я думал что это до самого конца идет то есть еще примерно половина этого же здания как раз вот там и выходит больше половины этого здания но к сожалению здесь стена я очень надеялся что есть быть полная но такие вот дела значит взял его пока на год а там посмотрим что к чему и как взял его друзья для себя не для бизнеса я не собираюсь здесь открывать автосервис и гнать все от раки нет я взял для себя мне очень нравится работать катерпейлерами двигателями это мой самый любимый двигатель я просто наслаждаюсь этого движка это самый простой двигатель в обслуживании самый простой в ремонте я уже поковырялся с к wildinhardt 감사합니다 я поковырялся же детройдом я для себя могу заявить это самый простой движок просто тракторный движок обалденный двигатель я очень его люблю поэтому я этот шап взял чтоб заниматься своим бизоном заниматься своим траками делать траки друзьям просто кому-то клиентом каким-то делать a minute классику там или пока торпеллер у я с удовольствием буду это делать то есть какое-то время на траке работы а какое-то время дома сижу и работаю занимаясь машинами то есть у меня не нравится две вещи и водитель трак работать дальнобойщиком и заниматься крутить гайки это реально мое удовольствие поэтому я его разбавляют чуть-чуть дороги чуть-чуть рэм ремонта дороги ремонт и дороги ремонта. Таким образом, вы не устаете от той или иной работы и вам всегда приятно. То есть я устал от дороги, долго нахожусь, все. Я приехал домой, все бросил, зашел в гараж, закрылся, включил музычку и ковыряюсь. Это наслаждение, это неописуемое наслаждение. Так что я не ушел в сервис, не переживайте, дорога будет, работа будет. Я очень люблю дальнобой, обожаю свою работу и я не собираюсь с нее уходить. Субтитры сделал DimaTorzok